Привет всем, меня зовут Карлаж и добро пожаловать на мой канал. Сегодня будет очень интересное видео, ведь сегодня я буду вам рассказывать о своем опыте обучения на фаундейшн и также вообще расскажу, что такое фаундейшн, как переходят из фаунда на дайрект и отвечают на другие интересующие вас вопросы. Наверное, в этом видео будет две части, наверное. Сейчас я буду рассказывать о своем опыте, но в следующем видео я вам какие-то советы фаундерам в будущем. Давайте не будем медлить, потому что мне кажется, у меня есть много чего, что вам рассказать, и мы начнем. А перед этим не забудьте подписаться на мой инстаграм, он мне-то тут должен появиться. Я буду рада вас там видеть, я всегда всем отвечаю там в личных сообщениях, поэтому не бойтесь мне писать. И теперь уж точно все. Для тех, кто не знает, что же такое программа фаундейшн, это предуниверситетская программа подготовки при Назарбаев университете. То есть вас готовят к обучению на английском языке в ну или же где-то за границей. То есть после фаундейшн, вам не обязательно оставаться в ну, вы можете его использовать, чтобы поступить в другие университеты, которые примут нужный фаундейшн. На фаунде у нас, по крайней мере, в 2020 году были основные предметы и также элективы. Сейчас мы поговорим обо всех предметах по отдельности. И начнем мы, конечно, с основных предметов и с английского языка. Дарья, я буду его называть как EAP, потому что я привыкла так его называть. Фаунде обучается 600 человек, у нас 40 EAP, то есть 40 групп, и в каждой группе по 15 человек. Каждая группа назначается по два тютора. Один основной, так скажем, как ваш классный руководитель, можно сказать, он ведет writing and reading. У нас были уроки каждый день, то есть 5 раз в неделю, примерно по 30 минут. Сколько я помню? Я уже забыла, но по-моему по 30 минут, да. То есть минут по два урока вроде бы было, каждую неделю. Это было что-то вроде семинаров, то есть до этого нам давали задания на Moodle. Это то, что своя платформа, где там дают и задания, вы там все выполняете. И на этой платформе мы предварительно перед началом урока проходим какую-то тему. Допустим, как писать introduction для исследовательской работы, да. Делаем задание в Google Drive, то есть там в конце каждого Moodle урока дается какое-то задание. Мы скачиваем документ, загружаем его в Google Drive, в общую папку. И потом наш тютер отмечает, что мы сделали задание или не сделали до урока. И мы это все обсуждаем, делимся на группы, делаем всякие activities. Смотрите, у нас четыре раза Reading and Writing с одним тютером. И один раз в неделю в среду у нас были уроки с вторым тютером. И в нашем случае у нас была тютерша по Listening and Speaking. Она нам давала, то есть она разделила на группы предварительно и давала нам делать какую-то тему. И на эту тему мы делали презентацию. Допустим, чаще всего я была самой первой в самую первую группу. И я помню, у меня была тема по спорту, что-то в этом роде. И я заставила моей группой встать и делать со мной зарядку. Плюс я переборола страх общения с native speakers на английском. Поэтому думаю, это было очень круто. Мой очередь сделать презентацию, потому что в конце первого семестра мы должны были записать себя на видео. И, если честно, это занимало очень-очень много времени, пока это все снимало, потому что нужно было переснимать и переснимать вот это все наши задания, которые нам давали. Это все было подготовкой к итоговым экзаменам в конце первого семестра. В EAP главный проект, который вы пишете на протяжении года, называется Research Project. То есть исследовательская работа. На семестре мы писали аутлайн нашего... Точнее, не аутлайн. Как он назывался? То есть там было... Мы не писали целую работу, мы писали только вот, так скажем, скелет нашей будущей работы, чтобы во втором семестре мы могли просто раскрыть эту тему и написать 2500 слов. И думаю, это было очень круто, что мы учились это все делать пошагово. То есть каждую неделю нам давали ильдатвайны, то есть за одну неделю дописать один параграф, три главных аргумента и найти, допустим, ресурсы, которые будут подтверждать наш аргумент и так далее. И вот самое сложное для меня это было, конечно же, определиться с темой проекта, потому что не хотела что-то такое... Нельзя было взять, допустим, что такое сахар, да? Ну, то есть не такое, оно же что-то такое интересное, необычное. И вообще, как выбрать тему, я расскажу, наверное, в следующем видео, потому что это, мне кажется, очень важная тема. Но моя тема это была parenting styles, то есть виды воспитания детей, вот. Мне было само очень интересно. Я еще раз причитала свою исследовательскую работу, чтобы потом перечитать. Слушай, она очень понравилась, и я показывала своим группажам, и они вроде тоже оценили. Мне второй семестр показался более сложным, потому что в первом мы привыкли, что каждую неделю был дедлайн, то есть нам говорили, вот, да, это и во время лет, это у тебя должно быть вот этого закончено. Но во втором неделе такого не было. То есть было первые две недели, чтобы мы, так скажем, влились в учебную атмосферу, а дальше, ну, как бы сам. У тебя есть месяц, ты сам дописывай, когда захочешь. И приходилось тому себя мотивировать, заставлять писать вот эту вот работу. И плюс нужно было делать еще больше, искать информации, чтобы добавить больше деталей, и добить эти 2500 слов. Потому что не хочется писать какую-то бессмысль, это только для того, чтобы там были слова. И плюс это отразится на нашем... на нашей оценке, так скажем. Поэтому я не хотела рисковать, и приходилось больше читать. Тратья на этом еще больше времени, по сравнению с первым семестром. И я подумала, что зря я пренебрегала временем, и плохо читала ресурсы, которые я набирала в библиотеке, в Google Scholar и везде. И вообще подробнее расскажу об этом в следующем видео, поэтому много на этом консультироваться не буду. Также я забыла упомянуть, что у нас всегда проходили консультации с нашим тьютором. То есть консультации проходили всего раз в неделю, по 30 минут. То есть мы, допустим, за неделю написали наш интерадакшн, и потом наш тьютор читает это и дает советы, наставления, как же, что исправить, что добавить, что убрать. И плюс это же от своего рода и психологической консультации, потому что мы можем рассказать, что нас беспокоит, что нам дается труда на фаунте, не только по английскому, но и по математике, по другим предметам, да и вообще по социальной части. Нашему тьютору всегда было интересно это. Во втором семестре у нас была Вайва, своего рода защита проекта. Нам задавали два других тьютора из других групп. Нам задавали вопросы по поводу нашего, по поводу нашей работы, и мне эти вопросы показались очень интересными, и мне была рада на них ответить. Окей, также, кроме, то есть я рассказала про EAP, но также у нас был урок, он назывался Personal Development Module, что-то вроде уроков по саморазвитию и так далее, адаптации к универу, и они были довольно интересными. По ним оценки нам не ставили, но они считались как оценки за посещение уроков, так скажем. Да, ну, очень важно посещение, поэтому старайтесь не пропускать уроки. Да. И даже вот эти задания, которые по модлу я рассказывала, их тоже нужно было делать своевременно, потому что, опять же, убирали баллы по посещению, и вы никогда не знаете, как эти баллы вам могут помочь в конце семестры. Personal Development Module, мы там проходили мотивацию, проходили разные тесты, анализировали, делали флексию на свою неделю. Занимало не так много времени, и плюс это было хорошим, так скажем, анализом недели и вообще всего семестра. Слышала, что со следующего года это будет как отдельный предмет, который называется лидерство. За него уже будут ставить оценки и уберут эрективы, о которых я скоро поговорю. Насколько я знаю, вводя на сайте уже появилась информация, если что, можете на официальном сайте почитать по поводу нового предмета. Он тоже как основной предмет будет. Теперь мы переходим к другому предмету, математике. И если вам интересно, сколько я получила по английскому, то можете перейти в мой телеграм-канал, я там все расписала, мое мнение о предмете и какой мой итоговый балл. А теперь мы переходим к моему самому любимому предмету. Ну реально, он стал моим любимым под конец фаунда. А вначале я его очень сильно боялась. Потому что по нафипету у меня балл по математике немного ниже, чем по критическому решению. Я волновалась, что я не смогу набрать нужные баллы, чтобы перейти на первый курс. Поэтому с первых дней я старалась его очень хорошо учить. Но, конечно, у меня не получалось. Я делала ошибки, не понимала темы. И мне вообще стратегия моей подготовки к экзаменам, а там всего три экзамена за семестр, была не такой эффективной. И поэтому мой балл по математике в первом месте намного ниже, чем во втором. Но все это приходит с опытом, поэтому не переживайте. Кому интересно, какие темы приходят по математике, в первом семестре это у нас интегралы, derivatives, лимиты. Ну, по-моему, это программа старших классов. Все это pre-calculus. Там были разные функции, которые я не любила, там было очень много тем, которые я не любила, и очень-очень-очень мне было очень сложно. Как сформировывается оценка по математике? Ко первого семестра и оценка второго семестра комбинируется, выходит ваша общая оценка за весь год. У нас по три экзамена, две нитки, один final. У нас оценка сформировывается с нашего посещения уроков и как мы там активничаем. Далее у нас есть домашняя работа, которая нам дается на неделю, то есть, допустим, мы прошли две темы на этой неделе, и до конца недели по этим двум темам нам дается 14 задач, 10 из них обязательно и 4, ну, просто, что-то для нашей практики. Ну, и также три экзамена, о которых я говорила. Каждого семестра нас собирали, так скажем, фидбэк, мы писали наши жалобы и потом они исправляли, что-то делали и всегда шли нам навстречу администрации, и мне это очень нравилось. Второе семество мне понравилось больше, потому что там уже были матрицы, они довольно интересные, хоть и муторные немного. Была статистика, я вот просто от статистики тащусь, файнал был довольно-таки легким для меня. В первой митке второго семестра я немного-немного, по-моему, многие немножко взяли ниже, чем обычно, поэтому вторую митку сделала немного полегче, вроде бы. В тематике экзамена не так, чтобы, вот, допустим, файнал, это прям все темы первого семестра и все темы второго семестра нет, то есть, допустим, мы прошли вот пять тем условно, пять тем по математике до первой митки мы их сдали и можно о них забыть, потому что вторая, вторая митка будет по следующим пяти темам, так скажем, а файнал по последним пяти темам. И мне это понравилось, и вот это не понравилось с одной стороны, потому что, во-первых, ты забываешь, что суть учу до этого, но с другой стороны, чтобы решить последние задачи, нужно было знать, ну, нужно было знать темы предыдущие, поэтому, думаю, это как-то комментирует все это. Еще мне понравилось, что во втором семестре наши группы перераспределили, и мы смогли познакомиться с еще большим количеством людей и поучиться у других профессоров. допустим, в первом семестре мы учились с теми же людьми, с кем мы брали английский, то есть нашими группашами, да, основными, а вот во втором семестре вообще просто разных групп нас просто поединили. Это очень хорошо, потому что на онлайне труднее все-таки знакомиться, чем на оффлайне, думаю. Вот. Не знаю, было ли такое раньше, но в этом году было так. По математике в первом семестре попросила наших своих учеников написать небольшое послание будущим фаундерам, и я решила написать, поэтому если вы видите мое письмо, то дайте мне знать, потому что мне расписало вот такое полотно, надеюсь, вам будет полезно. Я получила довольно-таки хорошие баллы, я была в шоке, особенно, когда увидела свои баллы, ведь я думала, что я буду где-то на пороге, где-то внизу, очень горжусь собой. Это все потому что я можно крос кто смотрит мой инстаграм знает, что я там всегда постила такую матешу, и все начали говорить, почему ты постишь такую всю матешу, и мне даже спрашивали, ты учишься на математиков, но нет, я просто ее очень-очень чарила, потому что я знала, что она была у меня немного слабой. А теперь давайте перейдем к эрективам. На выбор было 6 эрективов социальные науки, химия, биология, физика, бизнес, я забываю один. Бизнес? А, и география, I'm sorry, и география. Взяла 4 из них, то есть нам всем нужно было взять 4 из них, нельзя повторяться, нельзя пройти не тот же предмет 2 семестра подряд и так далее. В семестре нужно было взять один гуманитарный предмет и один технический предмет, а во втором семестре ты волен брать все, что тебе угодно. Я взяла биологию с бизнесом. Начнем мы, наверное, с биологии, потому что я подумала, что мне будет легче, ведь у меня есть немного бэкграунда к этому предмету. Многие говорят, что не нужно брать пример, в котором ты хорош. Я решила не рисковать. Ну и плюс мне не особо было бы интересно учить физику или географию, которую я не взяла. Поэтому я лучше возьму то, что мне будет интересно, посмотреть с другой стороны, поизучать на другом языке. Лично это была моя позиция, поэтому я взяла биологию. И мне очень понравилось мы делали такие вот активности, которые в моей средней школе мы не делали. И там искали по картинкам органелла какую-то, проходили генетику, то есть это был такой вот сжатый экскурс в биологию. И задание, у нас была групповая работа, и мне очень повезло с моей группой, точнее с человеком, с которым я делала свою эту групповую работу. это был постер, и мы делали постер на тему сахарного диабета. Нужно было красиво задизайнить по моей части, и нам нужно было прочитать статьи с разных веб-сайтов, и все это красиво оформить, и делать презентацию в конце семестра. у нас была Митка и Файнал. Они, то есть там были вопросы по изучаемым темам, но они не были такими, типа, что такое митохондрия, а скорее было что-то вроде почему-то. То есть там скорее не оценили наше заучивание этих фактов, вот этих вот, вот этой вот всей информации, потому что информации реально было много. Вот реально, мне кажется, иногда там было слишком много деталей ненужных для... Потому что нам сказали, что это прям очень-очень-очень легкая биология будет. То есть для тех, кто вообще ноль в биологии, будет нормально. Но мне иногда показалось, что там иногда много деталей, и плюс некоторые детали даже сломаны, если честно. По Фмитке и Файнал они бреди одинаковые, но минус был в том, что нам не подсказали, как нужно отвечать на вопросы, как разделяется вот это по баллам все, и это было немножко стрессово. Теперь увижу этот вопрос, и ты не знаешь, насколько раскрыто ты должен ответить, или насколько много деталей ты должен добавить. И, наверное, из-за этого я потеряла много баллов на метке, но это ничего страшного. Потом на химии это все, это на них все помогли, поэтому все окей. Вторым предметом у меня был бизнес, и это просто самый лучший предмет, наверное, потому что я взяла по нему 100. Он все-таки профессор, поэтому предмету очень-очень веселый. во время уроков он любил делать такие role plays, то есть, допустим, я вот, типа он говорил, Харлаваш, ты у нас владелица бизнеса, а я твой клиент, и теперь, и типа, если я скажу вот так, то что ты сделаешь? И это все было по лекциям, которые мы проходили, то есть, опять же, по всем предметам у нас в Мудле заранее нам нужно было прочитать, посмотреть видеоуроки, и потом на семинарах, которые были один раз в неделю, то есть, по биологии один раз, и по бизнесу один раз. В семинарах мы это все отрабатывали. По бизнесу у нас тоже была групповая работа, нам нужно было написать бизнес-план. Здесь уже было не так все вкладка, но все-таки тоже хорошо. Я была лидером нашей команды, поэтому я распределяла, нужно было распределить задачи поровну, чтобы каждый одинаково работал и получил одинаковое количество баллов распределения, чтобы шло. Тут же было все закончено до дейлайна. То есть, было три части, то есть, первую часть мы занесли за пять недель, потом вторую часть за пять недель, и последнюю часть за пять недель нужно было написать. Время семинаров мы рассматривали наши кейсы, то есть, у нас был бизнес-кофейня, и, допустим, наш профессор любил давать какие-то идеи, какие-то ситуации рассматривать разные, и это мне больше помогло понять вообще, как это все работает, и мне кажется, это был очень полезный электив. Там еще были конец задания, что-то вроде Google Form, каждую неделю делать, и они не такие сложные были, то есть, там, допустим, нужно было высчитать что-то, и это все было по лекциям, которые мы учили, поэтому все было довольно-таки легко. Во втором семестре я уже взяла социальной науки, и также я взяла химию. Мне оставил выбор между химией и географией, но меня на географии привлекало только то, что там не было групповых работ, но все же я его не взяла, рада, потому что, ну, многие говорили, что он немного сложный, поэтому, да, и плюс у меня не особо интересно было, поэтому взяла химию. Начнем с химией, она была, химия была очень интересной, лекции на мудле, потом на семинарах у меня вот заполнил себе наш урок, где мы ходили, бегали по комнате, находили еду и смотрели на состав еды, и рассказывали вот, что вот это вот карбохайдрит, вот это вот белки и так далее. Мы еще приносили их из товара и тоже смотрели с какого материала сделан, там тоже у нас была митка и файнал, и еще была групповая работа, очень много групповых работ, но это тоже сближает, я даже благодарна за них. И в отличие от биологии, на химии нам уже давали пробный экзамен, чтобы мы его поделали, нам давали задания, чтобы попрактиковать все, что мы учили, по химии мы учили, все начиная с неорганической, доорганической химии, футки мы проходили, ойл кем мы проходили, и все про экологию, тоже проходили, про пластик, полимеры, все это было очень интересно знать, потому что эти все знания можно реально применить в реальной жизни, это дало мне больше понимания моей окружающей среды, так скажем, поэтому да, очень интересный курс. Групповая работа, это было что-то вроде исследовательской работы, мы писали исследовательскую работу всей группы, и наша тема была про косметику и парабены в косметике, это все изучали с одногруппниками, разделяли работу, разделяли части, все это писали, потом наставили оценку, все хорошо было написано, но, к сожалению, у нас нашелся плагиат, а вообще вну плагиат жестко-жестко карается, но так как это фаунд, и плагиат был небольшой, нас просто отняли баллы. Грусно. И тогда у нас была презентация, мы защищали этот проект, и последний электив, самый такой грустный, депрессивный для меня, я не знаю, я помню, я после получения оценки очень-очень сильно стрессовала, HSS, я буду называть это HSS, гуманитарные социальные науки, вот по HSS у нас всего два экзамена, и они весят очень много, то есть митка весит 32%, а файнал весит 58%, и, не знаю, я вот думала, что я понимала, понимаю, в чем я имею дело, но, кажется, я не понимала, первый раз я получила среднее, ну, то есть не так ужасно, но меньше, чем я и ожидала, и плюс, в то время, когда все получали по 100%, я получила поменьше, и у меня прям было очень грустно это видеть, а во второй раз, на файл, я взяла даже меньше, и это тоже было очень грустно, потому что я готовилась и думаю, что я поняла, буду учиться на ошибках, наверное, все-таки не понимала, как же использовать концепты конкретной ситуации, но я сейчас скажу немножко поподробнее, чтобы вы понимали, у нас 6 дисциплин, которые мы проходили, каждую дисциплину мы проходили по 2 недели, и в конце второй недели мы с группой собирались, делали задания, потом эти задания проверял наш профессор, каждый раз, когда мы писали что-то с группой, нашему тютеру, нашему профессору это никогда не нравилось, последняя наша работа написала, что это почти фейл, то есть мы вообще плохо все написали, все ужасно, и это было перед нашим финальным экзаменом, да, и это реально мне так, не знаю, мне так стало грустно, я даже на себя переживаю, что я вообще мало возьму, и просто солю все свои хорошие оценки по другим предметам, потому что, да, по эрективам тоже нужно было в сумме, чтобы когда разделить на 4, чтобы average был вот больше какого-то балла, я очень боялась, что из-за HSS я прям все провалю, но все обошлось, и в принципе оценка не такая плохая, она реально неплохая, но просто я от себя ожидала немного больше по этому предмету, потому что слушая какой же он очень интересный, легкий, реально все говорят, что он очень легкий, с плана брать вообще легко, для меня это было нелегко совсем, наоборот, бизнес для меня покрылся самым легким предметом. Последняя, наверное, вещь, которую я скажу в этом видео, это переход от фаунда на дайрект, этот процесс называется прогрессион, наверное, в следующем году поменяются все-таки некоторые требования, потому что во время нашего обучения они начали что-то менять, но потом они придумали. Наверное, все-таки в следующем году точно поменяется, но как было у нас, нам нужно было набрать минимум 70 по математике, 65 по английскому и минимум 65 по элективам. Если ты столько смог набрать, то ты автоматически остаешься в университете, тебе просто нужно выбрать школу, на выбор дается три школы или три специальности, то есть можно было взять, допустим, школу SSH Англик Лэдс, школу SSH математика и в конце выбрать, допустим, SSH компьютерсайенс. И это все нужно было выбирать по приоритету. Через какое-то время, через несколько недель, уже объявляют результаты, прошел ли ты на программу, которую ты хотел или же не прошел. Ну, в большинстве случаев все, кто набрал больше вот этих баллов, которые я озвучила до этого, попадали на специальность, которую они хотели. Такой вид прогрессии называется Unconditional. И советую вам, конечно же, к нему стремиться. Также есть Conditional students, которые должны набрать 60 по... Минимум 60 по матеша, 65 по английскому и 60, насколько я помню, по элективам. Такие студенты, они под вопросом, они могут не пройти вообще, потому что, если у них там с оттенденцем все было плохо и они были не особо активными, то они могли не пройти. И в этот момент очень важную роль играет Personal Statement и также Tutor Report. Давайте быстренько расскажу, что это такое. Tutor Report это ваша характеристика, которую пишет ваш тьютер. То есть, как вы были активными, как у вас с Time Management, готовы ли вы вообще обучаться на первом курсе в NU, да, и дальше вообще пригласить обучение, сможете ли вы выдержать нагрузку, которую вам дают в университете и так далее. И это все будет читать приемная комиссия уже вот этих школ, всего в НУ-4 школы, я, наверное, сниму отдельное видео. В плюс вы должны будете написать Personal Statement, это все пишут, пишите, кто вы такой, почему вы вас должны выбрать, какую программу вы хотите, почему вы хотите, и как вообще обучение в NU вам поможет в будущем и так далее. Нужно написать, по-моему, максимум 800 слов, но можно и меньше. И потом это все очень, конечно, читает приемная комиссия. Особенно это важно, если вы Conditional Student. Если у вас Conditional, то в принципе никто особо читать и вчитываться в него не будет. Мы лучше стараться весь год, чтобы ваш тьютер-лепост вышел хорошо и чтобы в момент вот эти вот вся активность помогла вам ассессу в университете. в критической ситуации. Conditional студенты чаще всего не попадают на свой первый в школу, вы выбираете после того, как вы узнаете свои оценки. То есть вы можете проскинуть своими мозгами и понять, что окей, у меня вот баллы не дотягивают, я, наверное, Conditional Student. Наверное, я возьму что-то менее конкурентное, то есть где меньше всего народу идут, чтобы я точно смог остаться внук. Часть всего так и делают. Но большинство студентов, большинство остаются на следующий год и большинство в Unconditional, и они спокойно могут приходить на бакалавриат. В моем случае я Unconditional студент, и я поступила на школу SSH на специальность Undeclared. Планирую идти на языки, но пока что первый год я буду Undeclared. Так вот и закончила фаунд, тем, что нам 15 июня объявили результаты. И всех фаундеров, кто смотрит меня, поздравляю с поступлением на бакалавриат, на вашу любимую специальность. Мы поговорили с вами об академической части. Думаю, все-таки про социальную жизнь и также советы будущим фаундерам я расскажу все-таки в следующем видео. наверное, на этом видео мы закончим. Кратко скажу, что фаунд для меня это просто лучшее время было. Даже если это было онлайн, я нашла себе столько друзей, мы были все сплоченной семьей, у нас было, не знаю, мы все-таки помогали. Вообще много знаний и опыта приобрелась за этот год, чему я безумно благодарна. Я ни разу не жалею, что я выбрал именно фаундейшн, а не дайрект. Никак не могу это считать годом просланным, так скажем, да? Он стоил того, чтобы адаптироваться к универу. Я будто бы здесь уже очень-очень давно и даже шарю во всем этом. И все это благодаря фаундейшну. Не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал, естественно, и оставить комментарии. Совсем-совсем скоро выйдет вторая часть этого видео, поэтому ожидайте. И всем пока! Субтитры